Актуальные вопросы, важные темы, компетентные мнения. Здравствуйте! В эфире первого Матищенского итоговая программа. Меня зовут Юлия Федориненко и прямо сейчас я расскажу о самых значимых темах этой недели. В эту субботу городскому округу Матищи исполнилось 5 лет, а городу Матищи 95. С праздником вас, жители лучшего города Земли! Но об этом чуть позже. Начнем подведение итогов недели с не менее торжественной темы – Дня знаний. 1 сентября 950 тысяч юных жителей Подмосковья приступили к занятиям, в том числе почти 37 тысяч мытищенских ребят. Линейки прошли во всех школах области и особенно торжественно там, где праздник получился двойным, как в гимназии номер 16. Образовательное учреждение на 1100 мест спешили сдать к началу учебного года и успели. Кирилл Тридуб побывал на открытии, у него и узнаем подробности. 1 сентября – это волнительный праздник как для детей, так и для их родителей. Уже сейчас за час до линейки все собрались знакомиться с одноклассниками, а самое главное – с первыми учителями. Конечно, мы все очень этого ждали, волнуемся все. И в новых таких, видите, условиях все-таки смогли перестроиться. Вы видите, родители все в масочках, детки по желанию в масках, все нарядные, счастливые. Ничего не может испортить нашего настроения в этот праздник. Расскажите, как вам новая школа? Понравилась? Ну, внешне выглядит очень красиво. Надеемся, что внутри знания нам дадут не менее красивые. Расскажи, а ты готова к школе? Да. Смотри, что ты хочешь получить от школы в первую очередь? В первую очередь я хочу получить много знаний и стать круглой отличницей. Сегодня в новую школу пришли 640 учеников, из них 130 первоклассников. Провести линейку с большим размахом не удалось в связи с эпидемиологическими ограничениями. Да и пока ребята будут приходить в школу в разное время и через разные входы. Благообразовательное учреждение позволяет это сделать. Само здание гимназии построено по новым стандартам. Два спортзала, актовые залы, столовые на 400 мест, лаборантские, игровые комнаты и даже спальни. Я думаю, что это будет одна из лучших школ. Не думаю, уверен, одна из лучших в городском округе. Почему? Во-первых, само здание к этому располагает, содержание, технологическое оснащение самое современное. Очень хороший педагогический состав я посмотрел. Для меня это важно и посмотрел, кто будет обучать детей. Поэтому все расположено для того, чтобы эта школа была одной из лучших городского округа. Новый корпус гимназии возвели в рамках президентского нацпроекта «Современная школа». За его строительством следили муниципальные, областные и федеральные власти. Они присутствовали при каждом этапе и знают, какие силы и средства были направлены на его постройку. В связи с пандемией коронавируса даже было отставание от графика, однако все успели сделать в срок. Надо сказать спасибо губернатору, нашему главе Сергеевичу Азарову, всем нам, команде, которые работали здесь, не покладая рук. Последние полгода мы сделали большое дело. Каждый год вводим по новой школе. Считаю, что это большой уровень. Мы на самом деле муниципалитет лидер. Конечно, очень красиво. И два спортивных зала, и актовый зал, и свой пищеблок, и просторные помещения, и конференц-залы. Ну, то есть, действительно, есть чем гордиться. В День знаний учебный год начался для 37 тысяч мытищинских ребят, которые сегодня пришли в школы. Более 4 тысяч из них – первоклашки. 1 сентября за парты сели школьники, а 3-го уже и взрослые. В четверг в России и еще 75 странах мира прошел диктант победы, посвященный 75-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны. Свои знания по истории смогли проверить все желающие. В мытищах диктант писали на 32 площадках. Сложные ли вопросы подготовили для участников всероссийской акции, расскажем в следующем сюжете. В четвертой школе звучат песни военных лет и встречают особых гостей. Писать диктант победы в мытище приехала заместитель председателя правительства Московской области Мария Нагорная, а также первый зампред регионального парламента Никита Чаплин. Вместе с ними проверить свои знания по истории Второй мировой войны решил и глава округа Виктор Азаров. Участники диктанта сначала зарегистрировались и получили фирменные значки, затем проследовали в школьный музей. Сели за парты и в течение 45 минут отвечали на вопросы. Пять из 25 заданий были связаны с событиями, проходившими в годы войны на территории Московской области. Принимая участие в этом масштабном мероприятии, вопросы для меня были непростыми, что говорит о том, что знания о нашей Великой Победе должны постоянно обновляться, поддерживаться и развиваться. Это грандиозное мероприятие, конечно, в один из великих годов, который мы отмечали 75 лет со дня Великой Победы. Считаю, что это очень важное мероприятие. И каждый человек, кто имеет любовь к своей родине, я думаю, что на территории Российской Федерации иных практически и нет, думаю, что должен принять участие в этом мероприятии. Очень я так проникся всеми этими вопросами, что это было интересно, даже не столько правильно ли ты ответишь на эти вопросы. Казалось, что многих вопросов я даже не знаю. Но что-то, большинство двум вопросов я ответил правильно. Какие-то вопросы я постарался угадать, но приду дома и посмотрю энциклопедию, отвечу на эти вопросы уже с точки зрения исторической. Очень правильное мероприятие, оно патриотическое, оно возвращает нас к исторической памяти, к тем славным минутам великой истории нашей страны. Акцию «Диктант Победы» поддержали больше 1600 мытищенцев. Площадки для проведения диктанта организовали во всех школах муниципалитета. В восьмой в акции принял участие председатель окружного совета депутатов Андрей Гореликов. Он отметил, что в год 75-летия Великой Победы – это хорошая возможность напомнить об основных этапах Второй мировой войны, событиях, которые переломили ход истории XX века и решающие роли России в победе над фашизмом. За эту победу отдали жизни наши дедушки и бабушки для многих участников диктанта. Для кого-то это прабабушки и прадедушки. Очень мало остается людей, для которых это папы и мамы. Но вот это то, что нас объединяет, объединяет наше общество, наше государство. Я очень рад, что сегодня за одной партой оказались наши россияне, наши люди, наши мытищенцы. Еще раз, с разными отношениями, но с одной общей целью, с одной общей любовью к победе. Поэтому, дорогие друзья, все, кто еще не смог принять участие или кто-то не знал, я предлагаю присоединиться. Потому что это одна из возможностей противостоять тем искривлениям истории, которые мы видим и которые образуются вокруг нашей Родины. Инициатором проведения диктанта победы стало Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия». Акция собрала рекордное количество участников. На основной площадке в Красногорске собрались 1583 участника одновременно. На этой неделе в мытищах, как и по всей стране, стартовала прививочная кампания против гриппа. Учитывая эпидситуацию, на вакцинацию делают большую ставку. Для иммунизации применяются вакцины, содержащие штаммы вирусов гриппа, рекомендованные ВОЗ именно этой осенью. Ранее они не циркулировали на территории РФ так активно. Поэтому иммунизация необходима, настаивают в Роспотребнадзоре. Одним из первых сделал прививку мой коллега Сергей Берзин. Он готов поделиться впечатлениями и выводами. Сколько пересудов сопровождает каждую сезонную кампанию против гриппа? В этом году она, по понятным причинам, началась раньше и охватит большую часть населения. Это диктуется безопасностью всего общества. Но они все так думают. Многие люди, напуганные интернетом, боятся вакцинации, как всемирного заговора. Заговор может быть и есть, но только не против гриппа. С гриппом надо бороться индивидуально. И, коль есть такое средство, как вакцинация, его надо использовать, чтобы потом не прибегать к лошадиным дозам антибиотиков. В пятую поликлинику в первые же дни приходят десятки желающих привиться. Их становится все больше. Они-то знают на своем опыте, как эффективна эта процедура. Скажите, многие побаиваются прививаться. Насколько вакцина безопасна? Вакцина безопасна. Даже, кстати, многие пациенты приходят и с удовольствием колят вакцину. Режим работы процедурного кабинета с 8 утра до 20 часов вечера. Кроме того, на предприятия и организации выезжают мобильные бригады для вакцинации на рабочем месте. Сама процедура вместе с оформлением документов занимает не более 10 минут. Многие спрашивают, возможно ли осложнение при заболевании сразу двумя инфекциями? Конечно, возможно. Когда человек, переболевший сезонным заболеванием, организм ослабленным будет. Если еще ослоится коронавирусная инфекция, здесь уже сложные прогнозы по благополучному исходу этого заболевания. Поэтому необходимо всем, кому рекомендована эта вакцинация, по максимуму привиться. А рекомендовано привиться многим группам – педагогам, медработникам, студентам, а главное – людям с хроническими заболеваниями и тем, кто старше 60 лет. Вакцина не панацея, но большинство ее поддерживают. Хотя пока только от гриппа. А потому от COVID-19 по-прежнему защищаемся масками, перчатками и антисептиками. Последние, кстати, успешно уже много лет производят в мытищах. А этой весной и вовсе объемы производства и штат сотрудников предприятия «Интерсент плюс» увеличились. Внимание на мытищинских производителей обратил даже президент России Владимир Путин. А на этой неделе завод по производству кожных антисептиков и универсальных дезинфицирующих средств для медицинских учреждений, салонов красоты и дома посетил депутат Госдумы Максим Сураев. За эту дверь пускают только в специальных халатах и только особых людей. Из многочисленной делегации представителей средств массовой информации приоритет у оператора и фотографа. А экскурсия только для одного гостя – депутата Госдумы, героя России Максима Сураева. В микробиологической лаборатории, так называемой «чистой зоне», разрабатывают и тестируют препараты, которые эффективно борются с различными видами бактерий, вирусов и грибов. Антисептики и дезинфицирующие средства много лет поставляют в учреждения здравоохранения, объекты социально-культурного, коммунально-бытового, спортивно-оздоровительного назначения на предприятия пищевой промышленности и в салоны красоты. Этой весной продукция компания «Интерсен плюс» стала очень востребованной и в быту. За последнее время наше производство возросло в несколько раз, хотя численность профессионала возросла всего на 30%. Это было достигнуто за счет увеличения технических мощностей, автоматизации производства. За два десятка лет работы созданы и запущены в производство более ста наименований продукции. В разработке эффективных дезинфицирующих средств специалисты компании опираются не только на собственные исследования, но и ведущих профильных НИИ страны. Многочисленные тесты подтверждают высокую эффективность дезинфицирующих средств у мэтищенского производителя. Они сейчас покупают и новые линии, и их работу, и вот эту оперативную реакцию в свое время оценил и глава нашего государства Владимир Владимирович Путин. Поэтому ребята молодцы. Я очень рад, что на территории городского округа есть такие предприятия. И это большой пример. Большой пример не только для городского округа, но и для всей страны, как надо работать, как надо реагировать и как надо вообще подходить к делу. Мэтищенская продукция в широком ассортименте представлена в сетевых супермаркетах города, а также аптеках. Причем не только нашего округа, но и всего Подмосковья, а также других регионов страны и даже зарубежья. И к другим темам этой недели. Нужно отремонтировать подъезд, обновить детскую площадку или благоустроить сквер. В этом жителям Московской области может помочь проект «Народный бюджет». На его реализацию с начала 2020-го в регионе было выделено 500 миллионов рублей. Большую активность в этом направлении проявляют мытищенцы. Отбор прошли 11 инициатив жителей нашего округа. Как стать участником проекта «Народный бюджет» и где можно будет увидеть первые результаты, расскажет Анна Мусоликина. Эта большая детская площадка в поселке Поведники одновременно – любимое место отдыха для детворы и головная боль для их родителей. Удивляющая своими размерами зона имеет еще одну особенность – разнообразие игровых элементов. Между установкой некоторых прошло без малого 40 лет. Все это богатство разбросано в прямом смысле слова на поляне с вполне естественными неровностями. Дети, повторюсь, все равно в восторге. Но в разговоре выясняются интересные детали. А так почему родителям-то площадка не нравится? Как думаете? Вам нравится, а им нет? Я думаю, потому что тут все гнилое и все сломанное. Из-за этого им это не нравится, я думаю. А вам это мешает? Нет, капельки не мешают. Я не знаю, почему они так говорят. Ну, просто то, что где-то гвозди, ржамбы, где-то это. Ну, я не знаю. Груще вот выдержать всех нас. Мы туда все залезали на крышу домика. Все, выдерживает. А кто-нибудь травмы получал? Нет. Я получала. Я один раз упала с горки. Тут один минус, что тут трава скользкая, можно подскользнуться. Да, я как раз подскользнулась, недавно упала. Недавно Артур ногу сломал. Здесь? Руку точнее. Здесь, на площадке? Ужаско. Еще в позапрошлом году вот этот один мальчик упал с этой турникета и сломал себе руку. Активные жители очень долго пытались привести эту площадку в нормальное состояние. Писали письма в различные инстанции, но все тщетно. В этом году к вопросу подошли основательно. В администрации рассказали о программе «Народный бюджет». И процесс обновления зоны отдыха был запущен. Кликнули зов со всех жителей и стали голосовать. Голосовали очень бурно. У нас есть общая группа поселка. Мы в ней переписывались, подгоняли все друг друга. Совместными усилиями жителям удалось пройти финальную часть проекта «Народный бюджет». У нас есть проект специальный. Нам его уже и одобрили. Мы рассматривали этот проект, предлагали, выбирали комплексы, которые у нас будут. Выделяются деньги там, по-моему, в трех частях. Одну часть должны были собрать жители. Мы ее собрали самые первые. Это один процент от суммы от всей. Вот. Собрали дружное. Знаем, что если собрали сами, значит будем ценить и родители, и дети. Сама игровая зона станет немного гомпактнее, зато будет отвечать самым современным требованиям. Территория вокруг превратится в ухоженный сквер с лавочками и беседкой. Местные жители уверены, эти изменения повлияют даже на нарушителей общественного порядка, привыкших к застольям на детской площадке. Мы очень надеемся на детскую площадку, которая будет у нас новая, красивенькая, чистенькая, которая будет огорожена, задумываются, надеюсь, эти люди не будут мусорить, не будут кидать везде бычки, окурки, бутылки. И сами жители будут более трепетно относиться к этой площадке. Кстати, главным связующим звеном между жителями и властью в реализации проекта «Народный бюджет» должны стать депутаты и общественники. С их стороны необходима поддержка инициатив и помощь в продвижении идей. Совещение на эту тему для народных избранников и членов общественной палаты провела заместитель председателя правительства Московской области Мария Нагорная. Первый год реализации проекта в регионе уже можно назвать успешным, поэтому говорили в основном о дальнейшем развитии. Основной задачей этого проекта является о том, что формирование бюджета муниципальных образований должно идти от прямой потребности жителей. И в 2020 году из 63 муниципальных образований 60 муниципальных образований приняли участие в этом проекте. Даже не муниципальные образования, а депутатский корпус и жители этих муниципальных образований. Проекты заявлены достаточно разные. Конечно, большинство это благоустройство. Активно участвуют родительские комитеты по улучшению школьной жизни детей. А также есть очень интересные проекты. Это покупка редких костюмов для танцевальных коллективов, издание книг, как например в Мытищах, или патриотическое воспитание. В этом году от жителей Московской области поступило более 700 проектов. 600 из них прошли отбор и будут реализованы. Высокую активность показали мытищенцы, подав 12 инициатив, 11 из которых также прошли в финал конкурса. Организаторы уверены, в 2021 году заявок будет еще больше. Вот и жители Поведников продолжают держать руку на пульсе. Задач много, и народный бюджет может помочь в их решении. У нас очень большие планы, очень большие надежды, что область наконец-то обратит на наш поселок внимание. Потому что мы рядом и с Мытищами, и с Москвой. Но про нас как-то забывали. Вот благодаря программе «Народный бюджет» нас наконец-то же заметили. Здорово, классно, что мы выиграли и нашли взаимодействие с нашей властью. Не из числа проектов, вошедших в инициативное бюджетирование, но тоже при участии жителей и с учетом их пожеланий. Речь о Мытищенском лесопарке. Зона отдыха заметно преобразилась за последние два года. Там стало красиво, а главное – удобно и комфортно. Летом – пешие прогулки и шашлыки, а зимой – лыжня. Однако есть ряд важных моментов, которые еще предстоит решить. А вот что именно и как? Разбиралась рабочая группа администрации. О принятых решениях – следующий сюжет. Осмотр Мытищенского лесопарка начинается с входной группы, а точнее территории, граничащей с проезжей частью. Недавно здесь появилась пешеходная дорожка. Теперь легко будет добираться отдыхающим, которые приехали на общественном транспорте. Или воспользовались велосипедом. Надо сказать, что парк преобразился за последнее время. Сформированы пикниковые и прогулочные зоны, установлены лавочки, туалеты, есть детские спортивные площадки. Все выполнено в единой стилистике. Люди сравнивают, сравнивают с Москвой, сравнивают с другими парками. Поэтому мы бы хотели все-таки найти свое решение для своего парка. Хотелось бы еще объекты какого-то общепита, более доступные, более качественные, более эстетично выглядящие построить. Сейчас мы это и обсуждали. Потому что, по информации, выходные дни по несколько тысяч уже посетителей. Это становится даже рентабельно и привлекательно для наших коммерческих структур. С тем, чтобы здесь организовать качественный сервис обслуживания. Летом – пешие и велопрогулки, семейный отдых, а зимой – лыжи, санки и, возможно, даже коньки. База проката полностью оснащена мебелью и всем необходимым для приема посетителей уже в этом году. Лыжная трасса однозначно у нас уже обустроена и будет функционировать в этом году. Будут функционировать переодевалки, душевые, туалеты, тренерские, прокат. Все это подготовлено, имущество все закупили. Мы готовы к новому лыжному сезону. По мнению Виктора Азарова, в парке не хватает удобных и комфортных фудзон, где отдыхающие могли бы приобрести горячие напитки, выпечку и другие закуски. Все должно быть эстетично. Вот эта желтая подводная лодка, образно говоря, стоит там, на воде. Но она эстетична, к ней приятно подойти. Я не знаю, по содержанию, что там, по качеству. Но приятно подойти. Когда человеку приятно подойти, он подходит. Вот к этой будке я не хочу подходить, потому что я понимаю, что там ничего хорошего не будет. Она страшная сама по себе. Так лучше сделать. Поэтому надо делать красиво. Красиво, удобно, комфортно. Здесь позиция администрации муниципалитета совпадает с пожеланиями жителей. И главное, что предложения, поступающие от мытищинцев, воплощаются в жизнь. Кстати, в мытищинском лесопарке достаточно безопасно. Есть камеры видеонаблюдения, территория освещена, а также установлены информационные стенды, которые помогают ориентироваться. В диком лесу обстановка иная. Осенью грибники рвутся за урожаем в самую глубь леса, а потом звонят в службу 112. Такие вызовы фиксируют каждый день. И на поиски уходят иногда часы или даже сутки. Но чаще помощь приходит вовремя. Сергей Берзин продолжит. Каждый день в распорядок дня противопожарно-спасательной службы включаются учебные часы по профессиональной подготовке. Но и без физической тоже не обойтись. Где-то около часа каждый день. Помогает, да? Очень, да. Физические нагрузки, особенно в экстремальных условиях, могут зашкаливать. Ко всему надо быть готовым. Да и сложное оборудование надо осваивать досконально, ежедневными тренировками, прежде чем выезжать на спасательную операцию. Это альпинистское снаряжение необходимо для работы на смертельно опасных высотах. Сегодня такие ситуации не редкость. Бывает, при случаях попытки суицида, например, возникает подобная ситуация, когда необходимо подстраховать своих коллег, дабы не допустить падения с высоты. И спасти человека. Да, спасти человека. Либо при работе на каких-либо металлоконструкциях большого размера, скажем, башенные краны, эвакуация крановщика, если ему включилось плохо. Жизнь предлагает самые сложные сценарии, когда людям угрожает реальная опасность. Но чаще приходится иметь дело с рукотворными ЧП по своей инициативе на свой страх и риск. Очень много звонков поступает от потерявшихся. Люди уходят в лес за грибами, потом теряются. Плохо ориентируются в лесу, особенно в незнакомом. И спасателям приходится выезжать на потеряшек. Иногда несколько дней ищут. Теряются и местные жители, которые знают лес, но в пасмурную погоду очень сложно ориентироваться. Пожилых очень много теряется. Казалось бы, как можно затеряться при таком обилии поселений, магистралей, дорожных указателей. Но наша рассеянность заводит нас прямо в дебри леса. И не дай бог промокнуть. А ведь рядом-то нет теплого дивана. Совсем можно голову потерять. Если вы заблудились в лесу, ни в коем случае нельзя паниковать. В первую очередь надо осмотреться и вспомнить все те полезные советы, которые вам дают специалисты. Предположим, вы забыли о теплой одежде и ушли в лес налегке. Что нужно делать? Можно разводить костер? Костер обязательно нужно разводить. Потому что если вы оказались в лесу, да и незнакомым, заблудились, то прежде всего это будет как обозначение вашего местоположения. В костер надо добавить побольше зеленой травы. Она дает больше густого дыма. Да и от комаров такая завеса защитит. Предполагается, что вы можете попасть под дождь. Значит, надо иметь с собой непромокаемые вещи и сапоги. Просто в лес в тапочках не ходит. Увы, ходят. Даже молодые, уверенные в себе люди, зашедшие в болотистую местность, становятся беспомощными. А при испуге и растерянности можно еще больше себе навредить. Так что не стоит ходить в лес хотя бы без простейшей подготовки. Я бы порекомендовал бы всем жителям, кто вообще планирует или собирает в данный момент грибы, ягоды, ходит в лес, отнестись к этому более внимательно и серьезно. Для начала пройти обучение самостоятельно, либо еще лучше со специалистами, чтобы ходить в походы. И тогда лес наверняка перестанет быть агрессивной средой. А напротив, можно будет уверенно сказать, в лесу не пропадешь. Успевают и в лес ходить, и встречи с друзьями не пропускают. А еще все знают о праздниках, которые отмечали наши предки в сентябре. И как по народным приметам предсказывать, какой будет зима – холодной и голодной, или теплой и сытой. Это все о посетителях клуба «Активное долголетие». Этой весной там открылся университет старшего поколения. Студенты серебряного возраста изучают различные дисциплины, в том числе страноведение. Они уже вспомнили и применили на практике русские обряды и традиции, связанные с одним из самых красивых времен года – осенью. Факультет страноведения пользуется особенной популярностью среди студентов университета старшего поколения. Эта дисциплина была предложена посетителям клуба «Активное долголетие» в мае – в дни режима самоизоляции. Сначала встречи проходили в социальных сетях. Сегодня впервые лектор выступает перед публикой офлайн. Страноведение мы взяли один раз в месяц. То есть в сентябре мы расскажем о традициях русского народа. В ноябре у нас будут традиции тоже русского народа, но немножечко похож на хэллоуин. Но мы тоже расскажем о чертях, леших, русалках. В нашем фольклоре их предостаточно. Но пока в клубе «Активное долголетие» – осенины. Это русский народный праздник. Он отмечался в сентябре, когда крестьяне заканчивали сбор урожая и заполняли амбары, погребая кладовые яствами. Тогда и на стол можно было поставить изысканное угощение. Люди зависели от природы и строили свою жизнь в согласии с ее ритмами. С приходом православия христианские праздники тесно переплелись с языческими. Об этом мы с вами сегодня и поговорим. Интересно, что у осенин было множество названий. Одно из них – Рождество Богородицы. О традициях и верованиях, связанных с этими и другими праздниками, которые наши предки отмечали в сентябре, лектор рассказала посетителям клуба «Активное долголетие». Студенты тоже смогли кое-чем поделиться. Могу рассказать, как наблюдала ковыль, как бросает семена ковыль. Ковыль бросает семена и вкручивает, винчивает, как шурупов в почву. Вот говорят, что если в этом году, мне кажется, рябина была нерясная, так, значит, будет зима теплая. Так что, когда рябина рясла, тогда зима должна быть холодной. Вот такие вот приметы. К сожалению, со временем наша экология и природа меняются. И много, конечно, уже есть совпадений. Ну, попробуем, проверим. Но птицы работают точно, которые летят низко. Там еще какие-то звезды тоже такие яркие. И это тоже какие-то еще сохраняются моменты, на которые можно ориентироваться. Конечно, не обошлось без застолья. Пироги и овсяные оладья – традиционные блюда на осенины – испекли студенты факультета страноведения. Кроме того, в этот день все желающие могли познакомиться с работами посетителей клуба «Активное долголетие». В холле была организована выставка украшений из бисера и одежды, связанные активистками для согревания недоношенных детей. А вот молодые мытищинские таланты выходят на большую сцену. В преддверии Дня округа в летнем амфитеатре Центрального парка состоялся открытый микрофон для музыкантов, авторов и вокалистов. Инициаторы проекта – творческий коллектив Дворца культуры Яуза. А вот кто решился показать свои таланты, расскажет Кирилл Тридуб. Приятный уже осенний вечер. Огромное количество отдыхающих в парке, а на сцене летнего амфитеатра открытый микрофон. «Открытый микрофон» – это проект, организованный сотрудниками Дворца культуры Яуза. 30 исполнителей вышли на сцену летнего амфитеатра, дабы продемонстрировать свой талант на широкую публику. Ребята, несомненно, талантливые, более чем, гораздо талантливее даже, чем мы ожидали. Они превзошли все наши ожидания. Я думаю, что зрителям придется по душе весь репертуар, он очень разный. Здесь собрались музыканты со всего городского округа и даже гости из соседних городов. Открытый микрофон дает возможность обзавестись новыми знакомыми, выступать как новичкам, так и уже слаженным коллективам. Для многих из них музыка – это нечто большее. На свету дня горячая тоска Внутри у меня Нет, это не как хобби. Конечно, мы пытаемся выйти, если так можно сказать, на рынок, на музыкальный. То есть будем сейчас пытаться запускать на платформы различные. И, конечно, в таких открытых мероприятиях, где можно себе показать, можно какие-то контакты завести. То есть мы будем участвовать, конечно. Поиск талантов округа будет продолжаться. Одним только открытым микрофоном дело не закончится. Да, конечно же, мы задумали много разных проектов, креативных, творческих. И в проекте у нас такой же проект, связанный с хореографией. Мы будем искать интересных танцоров, исполнителей, интересных хореографов, возможно, постановщиков. В проекте также у нас стендап-шоу, КВН-команды. То есть мы собираем действительно талантливых людей. Вечер в Центральном парке прошел на ура. Довольны были как музыканты, так и зрители. Впереди еще много интересных мероприятий. Однако проходить они будут уже в стенах Дворца культуры. Впереди прохладные осенние дни. Далее коротко о других темах этой недели. Обзор событий в нашем информационном дайджесте. День знаний в Мытищах и большой природоохранной деятельностью. Поздравить будущих околяд пришли экологи, профессиональные и хранимиры. Что, безусловно, вызвало улыбки у родителей и школьников. Первый учебный день в Российском университете кооперации начался не только с торжественной линейки и приветствия первокурсников. В УЗИ открылся Центр дополнительного образования для детей и взрослых «Умный город», на базе которого созданы компьютерные классы и представлена роботизированная техника. В торжественном перерезании ленточки принял участие председатель Совета депутатов Андрей Гореликов. Гости побывали в лабораториях и пообщались с первокурсниками. В городском округе Мытища продолжается ремонт фасадов многоэтажных домов. Ход работ оценил вице-спикер регионального парламента Никита Чаплин. Он осмотрел один из домов на Олимпийском проспекте. Сейчас Сталинка 1932 года снова выглядит как новая. Все благодаря региональной программе капитального ремонта. Все работы были согласованы с жильцами дома. Фасад выполнен в приятных теплых тонах – желтого и кофейного цветов. Скоро здесь будет восстановлена мемориальная доска, которая была открыта к столетию Георгия Трофимовича Шитикова. Ключи от новых квартир в торжественной обстановке вручили пятерым жителям нашего округа. Для выпускников Мытищинской школы музыкального воспитания, а также ребят, выросших в приемных семьях, – это шаг в новую самостоятельную жизнь. Программа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, действует в Московской области с 2013 года. За это время свои квартиры получили 74 молодых жителя нашего округа. В этом году новоселами станут еще семь человек. Они заедут в новые квартиры жилищного комплекса «Отрадный» в Леонидовке. Подготовка к отопительному сезону продолжается. С 15 сентября в Подмосковье начнутся пробные топки. За бесперебойную работу основной долей котельных отвечает Мытищинская теплосеть, в ведении которой находится 47 котельных. Три из них были модернизированы. Оборудование на остальных тепловых источниках ежегодно частично обновляется или капитально ремонтируется. В этом отопительном сезоне планируется запустить котельную, расположенную в конце улицы Колпакова. Сейчас идет замена котлового и вспомогательного оборудования на современное энергоэффективное с увеличенным коэффициентом полезного действия. Инспекторы Госудомтехнадзора проводят проверки во дворах и выписывают штрафы. Автолюбитель, припарковавшийся вблизи контейнерной площадки и попавший в объектив инспектора Госудомтехнадзора, заплатят штраф в размере 5000, юридическое лицо – 30000 рублей. В 2020 году сотрудники надзорного ведомства уже призвали к отведу более 20 автолюбителей. Работа по выявлению таких водителей будет продолжена. В преддверии дня городского округа состоялась ежегодная церемония награждения победителей профессионального конкурса «Матищинские мастера». Лучшие представители разных профессий собрались в конференц-зале администрации для получения заслуженных наград. В этот предпраздничный день более 40 мытищинцев были удостоены благодарности и благодарственных писем губернатора Московской области, почетных грамот Московской областной думы и главы городского округа Мытищи. На федеральном военно-мемориальном кладбище Минобороны России состоялась церемония перезахоронения праха выдающегося советского конструктора Михаила Николаевича Логинова. Имя специалиста занесено в книгу создателей «Оружие Победы». Все зенитные орудия, которыми была вооружена наша армия в годы Великой Отечественной войны, были созданы под его руководством. В церемонии перезахоронения приняли участие семья Логинова, представители органов военного управления, ветеранских, молодежных, благотворительных организаций и администрации городского округа Мытищи. 14 подлинных экспонатов художественного фонда Центрального музея Вооруженных сил России, среди которых 11 портретов маршалов Победы, выставлены в Мытищинской картинной галерее на выставке «Победа-75». Также здесь представлены портреты ветеранов Великой Отечественной войны, работы мытищинских художников. Выставка продлится до 4 октября. Очередную партию деревьев, а если быть точнее, 100 жасминов высадили школьники 32-й школы и 34-го лицея. Саженцы получили в рамках акции «Сдай макулатуру, спаси дерево». И здесь на подмогу пришли 59 тысяч акабалов, которые мытищи получили от Министерства социальных коммуникаций Московской области за активную сдачу макулатуры. Напомним, в прошлом году мытищи собрали почти 20 тонн. В мытищинскую службу 112 поступила информация о том, что вблизи деревни Новосельцево в канале имени Москвы плавает лось. Животное не могло подняться по скользким плитам. На место происшествия выехали сотрудники ГИМС и спасатели. Совместными усилиями была проведена спасательная операция. Сейчас лось здоров и находится в естественной среде обитания. Сотрудники Леспаркхоза обращаются к жителям округа. После выходных они собирают десятки пакетов мусора. В этой части лесопарка со стороны СНТ Борисовка установлены 8 беседок. Только за выходные отсюда вывозят до 50 мешков. Буквально в 20 метрах от зоны отдыха прямо на выходе из лесопарка контейнерная площадка. Но заполнена лишь малая часть. Отдыхающие не доносят сюда мусор. В скором времени в беседках развесят листовки с призывом убирать за собой. Профессиональный праздник отметили ветеринарные работники. Врачей одного из ветцентров поздравил председатель Совета депутатов городского округа мытища Андрей Гореликов. Он отметил, что особые качества любого ветеринарного работника – высокий профессионализм, желание прийти на помощь людям и животным, а главное – преданность своей профессии. Мытищинские спортсмены стали лауреатами стипендии главы городского округа. За высокие достижения, демонстрируемые на протяжении всего спортивного года и участие в соревнованиях, 139 человек получили денежное вознаграждение. По итогам прошедшего спортивного сезона в городском округе подготовлено 155 спортсменов первого разряда, 189 кандидатов в мастера спорта, 25 спортсменам присвоено звание мастер спорта Российской Федерации, 4 мастер спорта международного класса. В мытищах прошел 27-й турнир по мини-футболу «Кубок дружбы» среди любительских команд. В этом году соревнования были посвящены 75-летию Великой Победы. Во втором матче турнира за победу сражались команды «Лира» и «Дружба». Результат 2-16 в пользу команды «Дружба». Взрослым участникам турнира предстоит сыграть еще 9 матчей. Кто из них завладеет 27-м Кубком дружбы, будет известно уже в 20-х числах сентября. Победителей ждут кубки, медали и грамоты, а также памятные подарки. А сейчас о том, какие темы стали самыми популярными у мутищенцев в социальных сетях. В отборке новостей от Кирилла Тридуба. Водитель такси эффектно сократил путь. По велосипедной дорожке. Комментаторы отшучиваются про путь по навигатору и говорят, а что, так можно было? Нет, делать так все-таки не стоит. Если таксиста все же поймали, то обязательно оштрафовали. Дворовые собаки обычно ничем не примечательны, однако тут особый случай. Нашли вот такого красавца, хаски. А может и не хаски, комментаторы разделились во мнении. В любом случае собаку временно приютили и готовы отдать хозяевам. Звоните по телефону на экране. Вернемся к автомобильной теме. На сей раз за пашком. Несколько ночей подряд девушка закидывает авто тухлой рыбой. Кидает ее в район воздуховодов. Стоит только представить, какой аромат стоит в машине при включенном кондиционере. В комментариях утверждает, что это все происки мафии. У сицилийцев голова лошади, у мэтищенцев тухлая рыба. А вот эти ребята показали мастер-класс на станции Мэтища. Выглядит, конечно, эффектно, но несчастные случаи никто не отменял. Хотя в комментариях нашлись даже те, кто защищает молодых людей. В любом случае повторять за ними не стоит, если не хотите попасть в больницу. Да уж, нужна скейт-площадка в городе. Ну, ничего, будем ждать следующего года с полным обновлением Центрального парка. А с вами был Кирилл Тридуб и обзор социальных сетей. До связи. Ленты социальных сетей будут пестрить новыми фотографиями и видеороликами после этих выходных. В мэтищах отметили День округа. Команда Первого мэтищенского поздравляет всех телезрителей с праздником. А я желаю вам гордиться городом, в котором живете. Ведь у него такая славная история. Об этом наш новый фильм, снятый к торжественной дате. Приятного просмотра и увидимся в следующую субботу в 20.45.